Медработник Лариса Петроненко каждый год прививается от гриппа в числе первых. Это неудивительно, ведь по роду профессии она входит в группу риска, так как её деятельность связана с тесным контактом с пациентами. Поэтому болезнь важно предупредить. Не хочу болеть, поэтому каждый год идёт прививочная компания, всегда прививаемся. Потому что я сама в такой сфере работаю, поэтому тоже. Разъяснительная работа с домашними уже проведена давно, и они каждый год тоже прививаются. Медики говорят, лучше всего прививаться осенью, до начала сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. В течение двух-трёх недель после вакцинации сформируется защита против вирусов, которая будет действовать на протяжении 6-12 месяцев. Затем антитела разрушаются. Ежегодная иммунизация также важна потому, что штаммы гриппа имеют свойство постоянно видоизменяться. Вакцины производители постоянно проводят исследования. И на самые, которые в данном году агрессивные и циркулируют наиболее шую численность вирусов и штаммов, конкретных, они именно инактивируют их. И в состав вакцины входят именно вот эти, которые в нужный период нужно их привить. В эпидемическом сезоне 2019-2020 будут циркулировать два неизвестных нашей иммунной системе вируса гриппа, которые входят в состав профилактической вакцины. В этом году в Бобруйские предпочтения отдаётся препарату «Гриппол плюс» российского производства. Он имеет положительный опыт применения как у детей, начиная с 6-месячного возраста, так и у взрослых. К слову, за три дня в первой городской поликлинике им привилось 600 человек. Считается, что с помощью вакцины мы можем познакомить и подготовить к встрече наш организм с этими новыми вариантами вируса гриппа. Наш богатый клинический опыт позволяет сделать вывод, что те люди, которые привились против гриппа своевременно, болеют данным заболеванием гораздо реже, хотя полностью исключить заболевание не представляется возможным. Однако, даже при его наличии оно протекает в более лёгкой форме и, самое главное, не даёт осложнений. Эффективность прививки от гриппа гораздо выше иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств. Вакцинация рекомендуется всем, но особенно показана детям, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также медикам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Привиться этим категориям населения можно в поликлиниках по месту жительства. Причём совершенно бесплатно.